приветствую вас меня зовут варлок и здесь я сегодня чтобы ответить на один вопрос хорошая ли игра assassin's creed хроники это будет небольшая смена формата для моих видео я не буду делать никакого туториала по игре и не буду объяснять там чего как делать на что нажимать и так далее я постараюсь сфокусироваться только на своих впечатлениях я на своем мнении о игре поэтому предлагаю пропустить всю фигню и просто я продолжу свое последнее сохранение и по ходу дела расскажу что я об этом думаю как бы так помягче бы выразиться об этом произведение игровой промышленности и я говорю промышленности ум и умышленно я не говорю игровой игрового дизайна или игрового чего-то потому что это не произведение игрового дизайна это произведение промышленности и моментально вот сейчас зайдя в игру я просто побегаю туда-сюда и покажу вам мою первую проблему с новым ассасин скридом ассасин скрид хроники россия у меня лагает жутко я получаю здесь около 20-25 fps в когда просто играю а когда я записываю то у меня получается еще меньше кадров в секунду я не знаю у меня сейчас 15 наверное что-то такое смешное я думаю это даже будет на видео на моих 30 fps заметно оптимизировать оптимизированная игра ужасно оптимизация в принципе я не знаю отсутствует или что-то такое но это не оптимизация это хрень собачья у меня xcom причем у меня работает нормально в xcom я получаю от 30 до 60 fps у меня не самый новый компьютер у меня плохой компьютер он старый все такое но фактом что 2 xcom у меня дает 40 60 fps ассасин скрид хроники россия у меня дает 20-25 fps это при том что я еще поставил поставил патч который меня убили кто пачк который снижает графику и увеличивает количество кадров в секунду в общем оптимизация если у вас старая машина и вы думали о я куплю новый assassin's creed это же не полноценный трехмерный ассасин скрид это же платформер и у меня старенькая машина поэтому может быть он у меня будет работать хер вам говори говорят производители этой игры они хрена не оптимизирована и она у вас не будет нормально работать ну и собственно по этому факту наверное я закончил теперь их дальше что собственно такое ассасин скрид хроники россия это третья серия третья игра в серии игр а вот эти ассасин скрид хроники первая была китай вторая индия третья россия первые две не играл из всех ассасин скридов у меня есть опыт только с первой частью я играл я ее прошел я ее ненавидел всеми фибрами души я очень жалею что я вложил в нее столько времени сколько мне вложил потому что концовка которая там была и в принципе последние уровни да и в общем весь игровой процесс меня ввели такую печальный безнадежность что сложно представить я слышал что вторая часть ассасин скрида намного лучше чем первое и что возможно я сделал ошибку не поиграв во вторую часть но у меня такой осадок остался после первой части что я просто не мог себя пересилить и сесть за вторую я до сих пор не могу этого сделать и вот эта жесть явно не увеличивает мои шансы пройти вторую часть и так вот этот новый ассасин скрид это платформер это платформер с элементами стелса с элементами с элементами незаметной попытки сделать ассасин скрид игрой про настоящих ассасинов потому что первая часть это не была игра про ассасинов это была игра про хрень собачью про беготню по крышам про беготню по убежи бежи бежим пробегать ню по контрольным точкам каким-то в общем первая часть явно не была игрой про ассасинов вторая часть что-то более-менее вроде бы я слышал было но вот это вот вот это у нас пытается играть в настоящего убийцу хроники россия у нас здесь есть действительно возможность передвигаться мы вот я сейчас занимаюсь убийством солдат красной армии почему-то оказывается красного армия у нас кстати тамплиеры они у нас и все такое ассасины и белые это судя по всему у нас эти мушкетеры все остальные соответственно те кто против мушкетеров в том анекдоте и это двухмерный платформер больше всего похожий на марку не марку ниндзи или метку ниндзи если вы играли в эту игру метка ниндзи один из моих а спалили метка ниндзи это один из моих самых любимых платформеров за все время которое я играл метка ниндзи использует использовала подобные механики и на механики наши это собственно мы передвигаемся в двухмерном пространстве и мы пытаемся проходить уровне совершая незаметные или заметные убийства как нам больше нравится но казалось бы тут есть возможность принципе драться но проблема в том что например когда я играл метку ниндзи или марков ниндзи я не знаю как по-русски будет перевод то там была хорошо продуманная боевая система я вполне имел возможность проходить игру сражаясь с противниками здесь же сражение с противниками в принципе невозможно боевой системы нет как таковой я вот я я не могу мне очень сложно блин пройти тух и вы можете цель что я сейчас очень плохо играю да я плохо играю но это мне не помешало пройти многие сложные игры на как например марка ниндзи и марков нинджа метка ниндзи как угодно вы хотите это перевести причем на самой высокой сложности а здесь я все я в ужасе я не могу потому что по большому счету уровне здесь могут быть пройдены только вылезай наверх уровнем линейные здесь каждый уровень который я до этого момента встретил он идет по прямой линии у нас есть прямая линия это коридор с какими-то площадками или чем-нибудь подобным мы по нему движемся и проходим препятствия причем препятствия препятствия в виде вот этих вот солдат красной армии там или еще чего-нибудь и мы пытаемся эти препятствия пройти либо незаметно либо активно но проблема в том что активно их пройти очень сложно потому что вот боевой боевой системы как таковой не имеется а боевая система заключается в том чтобы наживать нажимать левую кнопку мышки пока над персонажа противника не загорится череп черненький такой и тогда нажать правую кнопку мышки и нас от наш ассасин их убивает типа у ассасина у нашего к сожалению одна жизнь одна единица здоровья так что я умираю от одного удара так что у меня в принципе не остается вариантов кроме как проходить это все дело незаметно проходить а проходить незаметно чаще всего возможно только по определенному сценарию большинство локаций нельзя нельзя пройти несколькими способами можно пройти только одним каким-то определенным способом в определенной последовательности уничтожая противников и определенными оружиями определенными средствами и вот судя по всему у нас сейчас будет какая-то сцена где да а мне стреляют и кроме того вот сейчас я просто шикарно наткнулся на сцену где у нас идет фиксированное действие смотрите вот это игра про ассасинов у меня здесь нет никакого выбора я отшел шел по поезду до до этого вот я там незаметно прошел пробежал все дохожу до этого момента я здесь еще не был вот я первый раз то вижу этот пулемет чертов это хожу до этого момента и тут у меня начинается вот эта хрень с этим чуваком который сидит за пулеметом и стреляет а почему игра резко превратилась в какой-то квест по решению головоломок хороший вопрос и вот это кстати и у меня смотрите у меня вот в этой секции с пулеметом у меня здесь нет выбора то есть я не могу например там свеситься под поезд проползти снизу поезд поезда или кинуть крюк зацепиться где-нибудь сверху там еще чего-нибудь придумать интересное единственный вариант который я могу сделать это четко выполнять инструкции а инструкция здесь на экране ну ее видно вот эти зеленые объекты они подсвечиваются я в них могу прятаться то есть я должен прятаться за один ждать пока пулемет пройдет назад вперед перебегать за следующий объект за следующий ящик где здесь где здесь ассасинство где здесь где здесь веселье я не понимаю я для я с таким же успехом мог бы блин поставить себе квест вот это вот кликер там какой-нибудь там браслеты убийства и там найди 10 предметов на экране с таким же успехом я мог бы делал делать это что я учим я сейчас занимаюсь что за хрень а про управление я вообще молчу то что управление в половину раз не реагирует на мои действия реагирует неправильно или реагирует недостаточно быстро это уже это просто это но это в ассасинскриде все время так было в а здесь это невыносимо кроме всего прочего единственное что я могу делать мой арсенал весь заключается вот в левом нижнем углу можно видеть четыре моих оружия это мой у меня есть смотрите шикарный у меня есть свисток которым я могу посвистить знаете что я вернусь обратно я вернусь на предыдущую локацию и продемонстрирую сейчас вам вот этот весь свой арсенал я сейчас пальцами показываю кавычки весь свисток поможем свистнуть о я отвлек внимание на себя офицера у меня есть ружье для ружья у меня правда нет сейчас патронов ружье я прицеливаюсь и стреляю по прямой линии и она убивает противника все ружье больше ничего у меня есть дымовые гранаты которые очень удачно в этой миссии вообще не работают здесь у меня противники с противогазами и типа я не могу их этими гранатами дымовыми отвлечь потому что на них противогазы очень круто и четвертый предмет это вообще предмет который можно использовать только в четких конкретных условиях это какая-то веревка которую я выстреливаю и в четко определенных ситуациях я нам могу например эту веревку куда-нибудь выстрелить куда-нибудь там переместиться или что они все потащить или как вот здесь я этой веревкой стреляю и вырубаю электрические щиток про электрощитки на поездах 1918 году электромагнитные мины и электрические системы защиты окон на поездах я молчу насколько это абсурдно выглядит у нас 918 год на дворе но черт с ним пускай это assassin's creed мне пофиг вообще на на сюжет ассасин скрида вообще пофиг и все вот это все наши приспособления которые я могу использовать у меня нет ни гарпуна какого-нибудь дек чтобы цепляться за различные объекты не еще чего-нибудь а знаете почему их нет почему у меня нет множество предметов которые было бы интересно использовать у меня их нет потому что иначе разработчикам бы пришлось делать креативные уровни с несколькими этажами чтобы использовать например крюк цепляющийся мне нужен уровень которым будут я что только что умер я только что умер как я умер что произошло блинду все заново все заново все заново терпеть ненавижу да чем я говорил если бы они придумали более интересные способы перемещения по уровню то они бы им бы пришлось делать уровни интересными а так нахрен это нужно мы вот линейный уровень четко поставленные противники которых нужно убивать в четко определенной последовательности четко определенными двумя оружиями собственно уничтожать противников можно только винтовкой и вот ближний боем ближний бой я постараюсь сейчас показать на вот этом чуваке сверху вот я нажимаю левую кнопку мышки если я быстро к нему побежал подбежал я его убью если бы он меня увидел раньше мы бы дрались ну дрались я бы нажимал левую кнопку мыши пока у него бы не появился значок черепа над головой все безнадежность беда печали безнадежность сейчас я выключу вот эту электрическую хрень я выключил рубильник теперь я могу пролезть через это окно не знаю на какой хрен мне это нужно в этой вот в этом вагоне например почему-то нельзя стрелять видите там пар какой-то типа идет из бочек я вот никогда я просто не разбираюсь в поездах начала двадцатого века может там действительно такое было что в некоторых вагонах идет какой-то непонятный пар из каких-то непонятных труб и там нельзя стрелять иначе это все взорвется мы как на той станции с этими с чужими в общем я не знаю это и в этой игре мы играем типа двумя персонажами вот это мой чувак коном орлов какой-то там хер и есть еще чувиха которая спойлеры женат дочка царя она которую я не знаю уже все фильмы все игры все мультики все книги все задергали эту анну оставьте ее в покое но в общем как всегда assassin's creed отличился оригинальностью и блин вторым персонажем нам дает анну дочь царя которая непонятным образом превращается в ассасина после того как наш главный герой подходит к ней со своим амулетом в общем это было жестко она ну она не не она не было из ассасином я ее там спасал спойлеры на первые 20 минут игры у вас еще есть я не знаю там на часа три чтобы получить хоть разгадку у себя спойлерю сейчас после первые 20 минут вам должно быть похер на эти первые 20 минут короче мы и находим и она волшебным образом превращается в ассасина это просто смешно это я не знаю это прямо буквальное определение высосанного из пальца сюжета я не знаю как это еще назвать как я вот эту хер пройду сейчас твою так теперь я так думаю мне нужно выстрелить из-за своего ружья с веревкой а ну и чего а то есть теперь я должен пробежать этот придурок так и будет там бесконечно стрелять смотрите смотрите на эту жесть но почему я понимаю все но этот идиот стоит там и продолжает стрелять хотя я уже пробежал в кого он стреляет в вагон уничтожитель вагонов вася петькин гроза всех вагонов белой армии белая армия его боится как огня потому что он стреляет во все вагоны и 2 чевики там чуть-чуть другие эти у этой анны у нее другие способности она там из ружья из ружья стрелять не может но она может становиться невидимой потому она невидимой может становиться потому что типа ошибки в этом helix я не знаю что такое helix судя по всему это вот эта машина которая в прошлое отправляет ну в память потому что когда я играл в assassin's creed тут еще был анимус из первой части у меня еще был дэзмонд дрэзмонд дэзмонд в общем у нее способности все от вот этих глюков в машине а за ошибок матрицы и да она может невидимая становиться там еще чё-то еще короче вообще ничего оригинального абсолютно ничего и у нее все задания также линейны по четко зафиксированным способом проходятся никакого креатива проявить нельзя ничего ты четко проходишь так вот как задумали солдаты растыканы четко определенных местах где ты должен их вырубать четко определенными действиями все такое впечатление что было сказано сделайте попроще а то people не схавает и это не сможет пройти необычный жанр и двухмерный платформер как этих херов убить черный с ними сделал чай да посмотреть на все вот вам боевая система у меня нет возможности не атаки блокировать ничего потому что игра не рассчитана на это знаете что это такое это не игра про ассасинов я сейчас вот четко сформулирую определение свое я вот только что понял что я думаю об этой игре это не игра про ассасинов эта игра это головоломка это просто головоломка замаскированная под экшен платформер двухмерный и даже платформером этого нельзя назвать просто чтоб собственно платформинга здесь как такового нет это двухмерная головоломка которая маскируется под ассасин скрид это не ассасин скрид это даже не какая-то левая игра assassin's creed это просто головоломка где мне нужно решить загадку просто вот это вот эта загадка самая натуральная просто загадка не слона и причем эта загадка несложная и здесь разгадать эту загадку вот это например с пулеметом него никакой проблемы не составляет проблема здесь в исполнении сложность вот этих загадок который я стоял за ящиком сложно сложность вот этих загадок которые здесь она исходит нет того что я не могу их разгадать головой я не могу их разгадать руками и и не в том смысле что я не успеваю быстро реагировать или там принимайте решение в критической ситуации у меня нет другого выбора кроме как попробовать ткнуться лбом в стенку умереть воскреснуть на контрольной точке попробовать еще раз также и вот у меня вот самого начала игры такое впечатление что у меня нет возможности что-нибудь пройти предварительно не проиграв в этом это ужасно это очень плохое чувство для во-первых для игры с загадками а во-вторых для игры из про ассасинов это очень-очень плохое чувство но никогда не должно возникать у игрока в подобной игре у меня должно быть чувство всесильности но если не всесильности тогда хотя бы того что у мой ассасин особенный что я могу какие-то крутые финты что я могу бежать и на ходу всех убивать или но не на ходу хотя бы чтобы одно действие перетекала плавно в другое одно убийство в другое одно в другое одно в другое так без остановки они о так тут надо вот это а тут этот чувак в этот момент отходит а нет не получилось еще раз еще раз еще раз еще раз еще раз если бы я хотел этого я бы играл вам гробаный флэпи birds или в какого-нибудь еще восьми бит в какой-нибудь 8-битную я был в супер марио играл это супер марио там вообще-то много зависит от реакции в общем мое финальное заключение это вот эта игра это не игра про ассасинов это игра про решение отстойных линейных головоломок который нужно проходить ударяясь лбом в стену проигрывая в этих головоломках и пробуя 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 заново пока вы не найдете оптимальный вариант решения а я знаю на что она похожа какое чувство на у меня вызывает тоже чувство что у меня вызывал вызывала i want to be the guy gaiden если вы знаете игру эту эту вы знаете в чем я вот у меня тоже чувство от этого assassin's creed а я ненавидел ту игру я ненавижу эту игру я больше не хочу видеть assassin's creed а в принципе и и вот эта серия надеюсь больше никогда не повторится я закончил если вам понравилось это видео подумайте над тем чтобы поставить лайк внизу если хотите смотреть мои еще видео заходите в раздел видео на моем канале и можете подписаться оставляйте внизу комментарии а пока что спасибо за просмотр и увидимся в следующий раз видео за субтитры сделал DimaTorzok